В прошлом году используем эмульчирование. В связи с тем, что в прошлом году за 35-летний опыт возделания винограда первый раз у нас поразился в Новосибирской области виноград мельдью. То есть не было у нас никогда этого. И у мельдью, как правило, у него споры, они зимуют на земле. И рекомендации южных виноградарей мульчировать землю, либо закрывать черной пленкой. То есть при выпадении осадков, чтобы не было отскока от земли на нижние листья. Вот, кстати, еще и нижняя часть винограда обязательно должна быть просвечиваемая. Удаляются все лишние побеги, удаляются листва, чтобы не было у нас заражения из почвы. Поэтому в этом году мы попробовали использовать в виде мульчи. Это отходы кедровых орешков, то есть скорлупа. Она очень медленно перепревает, не дает сорнякам развиваться и закрывает почву. Вот это южная сторона дома. Южная сторона дома считается самым, так скажем, выгодным положением. И это была первая наша посадка винограда, которая идеально подходила, так сказать, мест расположения. Южная сторона, северные ветры, северные холодные, закрывается. Плюс экран от дома нагревается и сюда передает тепло. Ну, по мере того, как мы начали приобретать новые сорта, решили еще использовать и вот посадки северо-южного направления и восточного, то есть юго-восточного направления. Плодоношение наблюдается на всех виноградах. Здесь, конечно, более мощный, потому что он и более старый, и более взрослый. И более все-таки положение ему здесь выгодное. Самое основное, это, конечно, уберечь его от осенних заморозков и весной от возвратных заморозков. Вот это самые сложные моменты. Вовремя укрыть и вовремя открыть. Зима, как правило, у нас снежная зима, и он зимует достаточно хорошо. Вот эти вот моменты самые основные. А в течение лета проводится ряд операций, которые описаны в нашей книге. У нас Пономаревы, Анна Ивановна Николаевна Лаврентьевича, они написали книгу. И там описаны все летние операции с виноградом. Конечно, для того, чтобы он был получать урожай, нужно немножко с ним поработать. И нужна обрезка, нужна прищипка, нужна чеканка, посынкование. Кое-что нужно делать с ним. Вся агротехника направлена на то, чтобы не дать ему возможность. Он может и 6 метров подняться наверх, но этого не стоит делать. Все-таки Сибирь у нас, поэтому мы немножко ограничиваем рост. Сибирь. 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 Продолжение следует...